Юля родила дочь, когда ей было 16. Силы растить ее не было, ни профессии, ни квартиры тоже. Ребенок оказался в детском доме малышок. Чуть встав на ноги, она приехала за своей Дашей. Я рада, что я сегодня ее забираю. Такое событие. Ребенок должен быть в семье, а не в детском доме. Ребенок – это цветок жизни, радость жизни. И советую всем родителям, чтобы дети не были в детском доме, чтобы они были с родителями. За кадром остались долгие приготовления. Впереди встреча мамы и дочери. Дочери, а если сегодня тебе Дашка маме принес? Ну, забирайся к маме. Иди сама. Спасибо вам. Таких родителей называют реинтегрантами. Это те, которые отдали на воспитание детей государству, но позже поняли, что совершили ошибку и забрали их обратно в семью. В прошлом году у нас практически 60 детей ушли в семью. Небольшой процент усыновили, больше всего ушло в приемные семьи. И очень радостно, что родители, как сейчас можно говорить, реинтегранты, но мне лучше кровные родители, которые когда-то оступились и нашли себе силы вернуться в нормальное русло жизни и забрать из детского дома, тоже увеличилось количество таких родителей. Я этому очень рада. Среди реинтегрантов и Алена Малыгина. Она не боится об этом говорить и гордится тем, что ей удалось вернуться к нормальной жизни и забрать маленького Андрея. Трудно было вообще восстанавливать, чтобы ребенка назад забрать. Я приезжала сама сюда, хоть и работала, но я отпрашивалась. Я вообще, я вот меня даже сама не верила, что я забрала ребенка. Когда я его забирала, я сама же плакала. Я уже не знала, я думала, вообще не заберу. Сейчас в детском доме находится более 100 детей. У каждого своя судьба, но каждый из них мечтает обрести семью. Ах ты моя девочка, золотая белочка, сладкая конфеточка, сиреневая деточка. Я хотел бы сказать, что не нужно бояться. Наши дети тоже такие же обычные. И каждому ребенку нужен индивидуальный подход. И не надо бояться, что здесь воспитываются только больные дети. Здесь воспитываются обыкновенные дети с обыкновенными потребностями. Надежда Хлыстова, Александр Хомаганов, Первая альтернативная. Продолжение следует...